Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. В общем, когда я не собирался ничего записывать, но сейчас я общался с социальными, сейчас я с одной девушкой, и у меня, ну, это такая ситуация возникла. То ли, как бы, вымирающий вид мужчины, умничая на нашей планете, какими людьми, западевательными, религиями, нацией и так далее, это все, мужчина, мужчина, где угодно, и Бабве, с болтающимися там членами, и где угодно. Так вот, то ли вымирающий вид мужчины, то ли женщины старательно, особенно, ну, некое еще назвало движение, все эти там, супер-говоря, феминистки, да, отец-феминистки, фемия, припошли новые, как они там все называют, состоявшиеся, это, скажем так, тема-то, дорогого. Так вот, то ли женщины так, где нельзя, и, ну, съедают мужиков, скажем так, но это маловероятно. Скорее, я думаю, мужики, это как сейчас вымирающий вид, они сейчас превращаются в больше таких, а-а-а, да нафиг, да ладно, вот в такие создания какие-то тупые. Вот, честно, даже элементарно, вот на уровне, я не говорю, что на уровне отношения, женщины, мужчины, это уже, я иногда просто рожу. А вот на уровне отношения, даже мужик, может, да, ким-то, ты звонишь, он кому-то, там, уже, дружая, там, давай пойдем, там, блядь, блядь, болит, молит, там, потом ходим, там, кино посмотрим, или, там, на квадриках погоняем, там, ну, как сейчас займемся, что-нибудь, да, футбол подвиняем, пойдем мяч подвиняем. Начинают, например, спина болит, жопа болит, ухо болит, там, ну, такие вещи, вещи, присущие, как бы, что ли, испоком ведом, ну, женщины, они обижают женщин, но это показывает слабость, типа, а-а-а, там, все, я не могу, это такая бедная, вот это такая фишка папская. Сейчас мужики становятся такими. И вот, в связи с этим, получается, какая ситуация? Женщинам это выгодно, да? Выгодно в каком плане? Они выходят на новую позицию, да, они прорываются на верхних отраслях, они становятся лидирующими, доминирующими, началось, как бы, матриархат, как бы, сейчас такое, что, собственно, все будет так, как хочет женщина. То есть, у них у всех на устах, наверное, тоже, да, мы начинали, что мы будем делать, что здание, да, вам, где знать, если бы мы, там, мы ваш стимул, мы ваш толкаем, если бы, ну, не вы, вы даже ничего не делали, вы же дела не вставали бы, и так далее. А у мужчин другая позиция. То есть, о, ну, ништяк, чё, можно нифера не делать, баба всё сделает. Чё, чё, зачем чё-то делать, если баба всё сделает? Ништяк, я буду сидеть, когда пульс смотрит телик, и пускал называть меня под кабульсом. Нет, какая разница. Я пью, пью, рыбку ем, телик смотрю, всё офигенно. Вот, и в связи с этим у нас ситуация такая, что всех всё устраивает, и всё деградирует. А потом люди ходят и удивляются, жалуются, типа, а вот чё такое, вот почему там бабы так говорят, почему так оно теперь устроено, почему вот всё вокруг, как бы, рушится, да, то есть, устои, которые были там 2000 лет, 3000 лет во всём мире. Это элементарно, потому что, обратите внимание, сейчас среднестатистическая женщина зарабатывает больше мужчин. Это как бы факт. Это, ну, это факт. Сейчас большинство женщин получает больше, чем у мужчин. А мужчина, будучи животным, будем реалисты, да, это животное, оно не чувствует под собой опоры, если у него, допустим, клыки нетвёрдые, когти там неострые, если у него там мышцы не развитые. А в современном мире это перенеслось на финансовую опору. То есть, большинство мужчин без финансовой опоры, они как бы не чувствуют себя мужиками, к сожалению. А есть другой типаж, которым чихать. Есть у них деньги, нет денег, им пофигу, они всё равно мужик, он от Китая мужик. У тебя может быть 50 рублей в кармане, но ты мужик. И ни одна баба никогда не посмеется с тобой говорить под его голову. Не потому, что ты ей там леща дашь, это не мужик, это уже олень. А потому, что она чувствует, что ты морально сильнее, она чувствует, что ты подавляешь её, не физически, опять же, физически подавляющий мужику, не мужик, он говорит. То есть, вот есть такой типаж мужиков, которых любая женщина чувствует на расстоянии. Грубо говоря, ты можешь тупо молчать, сидеть, жрать, там, жрать, я не знаю, там, одержительный кусок сала, быть небритым таким, ну, конечно, пибоном полным. И всё равно женщина к тебе потянет, потому что она почувствует твою внутреннюю силу, да, то есть стержень. А может быть, что ты мажор, там, ездишь на X, там, 96, не знаю, да, уже какая-нибудь там новая модель, вот, и у тебя там даже часы за 30 миллионов долларов, грубо говоря, да, и на тебя будет срать. Бабы будут с тобой, потому что у тебя есть бабки, но, собственно, им будут на тебя срать. И сколько бы у тебя не было денег, на тебя будет срать. И даже если ты будешь мажором и заведёшь семью, эта женщина всё равно будет тебе южить. Она будет подавлять тебя, она будет командовать тобой. Не потому что, там, не знаю, вот она такая крутая, а потому что ты такой, али. Это как приговор, понимаете, это такая фигня. Вот, собственно, видео я почему-то цел, потому что сейчас общался, и вот такое у меня жалобу, да, как бы, кинула одна девушка знакомая на своего молодого человека. И к чему я это видео записываю? Чтобы напомнить, как бы, как устроена природа. Знаете, вот сам факт феминизма, он абсурден. Вот реально, ну, он просто абсурден, это слово феминизм, это уже бред. Просто вот ты это слово говоришь, чёткий бред, короче. Вот так вот, ну, это моё, мне не естественно. Объясняю, почему. То есть я должен, как говорят там на улице, да, обосновать своё. Так вот, смотрите, женщина вспоминает феминизм только, когда ей нужно выкрутиться. Допустим, она идёт с магазина, у неё вещи 20 килограмм, она говорит, ну, я же слабая женщина, ты же мужик, в конце концов. Вот так вот, да, то есть ты мужик, наконец, или кто? То есть, значит, когда тебе нужно нанести вещи, ты мужик, наконец, или кто? То есть, а когда какой-то вопрос решается в доме, в семье, куда поставить телек, куда поставить шкаф, или просто куда поехать, или просто, в любой ситуации, женщина тут же вспоминает о равноправии. То есть, слышишь, чё ты мне указываешь, да, кто ты такой, типа, там, что это такое, короче. Ну, типа, мы в 21 веке, я сама могу решить, что мне делать, и типа, нефиг мне диктовать свои условия. И вот в связи с этим, да, как бы, малый какой мужик догадывается в этот момент, просто элементарно поставить её перед фактом. Сказать, родная, а если у нас абсолютное равенство, да, то почему, когда мы с тобой ругаемся, ты истеришь, там, кидаешься с руками на меня, а я должен тебя аккуратно оттолкнуть в сторону и сказать, милый, ну, ты, конечно, что делаешь. Да, давай так, мы будем ругаться, ты будешь что-то говорить, я так слово за слово, и на тебе бокового, хук, челюсть. То есть, всё, мы же равны, правильно? Мы на улице, мы обычно обосотка. Ты и я, два чувака, мы встретились, ну, подумаешь, мы ещё потрахли. То есть, это, как бы, побочный эффект. Мы два пеника, грубо говоря, ты не мужик, ты не баба, ты оно. Мы равны. Вот, как бы, вот такое, да, я предлагаю такое решение. Почему? Потому что, да, не можем быть равны. Пророда так придумала, мы не равны. По определению. То есть, ты женщина, ты слабее. Но ты сильнее других, да, ментально. Любая женщина, ты любого психолога, спросите, чтобы свести с ума женщину, гораздо больше надо потрудиться, значительно больше. Мужчина с катушки съезжает буквально, ну, и поехали, всё. Почему? Потому что у нас всё ушло в физик. Мы сильнее, мы крепче, мы выдерживаем большие нагрузки, как бы, там, холод, всякую хрень, там, можем там сожрать кучу ядовитого говна и, в принципе, только просраться. Потому что мы мужики. Так оно сделано. А вы ментально, вы, зачем ментально, сами подумайте, зачем Пророда вас сделала психологически сильнее, не умнее? Сейчас многие бабы, о-о-о, да, наконец, кто-то признал. Нет, не умнее. Это тоже доказала история. То есть, вы не умнее нас. Я не говорю, что вы тупые, только идиот скажет. Вы тоже очень умные, как бы, и очень важные. Любая женщина сама по себе важна. Я о другом. Что, как бы, женщина ментально крепче, потому что сама природа сделала её такой, что она должна терпеть. Я не говорю, что сейчас каждая женщина должна терпеть, всю жизнь терпеть, там, унижение. Нет. Так устроено, чтобы вы больше выдерживали. Чтобы вы больше могли вынести. И чтобы вы больше могли изменяться и подстраиваться под своего, как бы, мужика. То есть, так придумала природа. Ну, блин, ёлки, давайте тогда сделаем так. Начнём на улице все вместе говорить, что пидоры это есть офигенно. Ну, ребята, я толерантен. У меня был знакомый, да, в Москве, грубо говоря, гей. Я толерантен, мне пофиг. Гей, гей, молодец, красавчик. Но это ненормально. Это аморально. То есть, если, грубо говоря, мой сын будет геем, я его застрелю к тирам собачьим. Если какой-то посторонний, я толерантен. Потому что это общество. То есть, он посторонним не пофиг, будет делать, что хочет. Это его дело. Вот. Но само по себе это аморально. Это неправильно. Пророда не так сказала. Она в своё время сказала, ага, вот ты, вот у тебя член, вот у тебя вагина. Ребята, развлекательные. Вот. И поэтому само по себе аморально считать, что женщины и мужчины могут быть равны. Могут быть близки. Могут быть какие-то там, не знаю, у них единые взгляды. Мужчина может из уважения, издругить к своей женщине во всём, скажем так, учитывать её мнение, спрашивать, советоваться. Но мужчина решает, как она будет. То есть, так определено. Так придумано. Женщины начали поднимать голову, исключительно благодаря этой немке, я не помню, как её зовут, сейчас не буду там фигню нести, если не знаешь, как это лучше не говори. Вот. Не знаю, как, кто её лоббировал, кто её спонсировал, какой идиот вообще помог ей в этом деле. Вот. Пошло, пошло, пошло. Женщины мира, гёрл пауэр и так далее. И понеслось. Но вот реально подумайте. Ведь сам факт существования феминизма уничтожает, как таковой, мужской род. Почему? Потому что мужчины при всей своей силе и так далее, создания ленивые. Ленивые почему? Потому что опять виноваты гены, виновата природа. Мы как львы. То есть, грубо говоря, если я сильнее, я такой офигенный, я такой классный, я вообще самый лучший в мире, зачем мне париться, если моя баба не против быть лидером? Запускай делает, я себе буду кайфовать, она всё сделает. Она оплатит всё, она купит всё, она всё сделает в доме, ремонт там, не знаю, пятый этаж построит, всё офигенно, зачем мне напрягаться? Ну, грубо говоря, да, как бы? Вот. И движение феминизм убивает меня. И при этом, при этом, вот самое смешное, женщины круглые сутки, меня это просто задолбало, поэтому я это видео запутал, круглые сутки ноют, обижаются и критикуют своих мужиков за пялость, за нерешительность, за какую-то безинициативность и так далее. То есть, вот мой мужик целый у меня на диване сидит, вот я целый у меня на трёх работах вкалывал, а ему чихать. Так не вкалывай! Сядь дома, накрайся, выгляди как женщина такая, да, милашка, и скажи, родной, мы как бы жрать хотим, иди козёл работать. Я посмотрю, как он не пойдёт работать, если будут умирать в городе. Да ты вкалываешь ему ништяк, ты каждый день кричишь о равенстве, а он думает, ну мы равны, ну иди поши. Вот такое вот. И поэтому, то есть, получается такая, парадокс, женщины сражаются за равноправие, и женщины возникают и ноют о том, что мужики, короче, превращаются в размазню, баб, трябок. Так вы их такими делаете. Смысл не делаете, каждый сам всё делает. Вы даёте им шанс такими стать. Вы говорите, о, мы равны, мы готовы пахать, как вы, мы готовы карьеру делать, как вы, мы готовы всё делать, как вы. То есть, мы равны. И мужик думает, слабый мужик, это тоже моё мнение, но слабый мужик думает, тю, ништяк, ни хера себе, жизнь удалась, сказка, я мечтал родиться девочкой, чтобы замуж выйти, не мучиться, наслаждаться жизнью, а муж хай работает. А тут ништяк, я мужик, то есть, я с Кентаем могу быть мужиком, пить пиво, играть в пиляр, притворяться мужиком, трахать свою тёлочку, может даже изменять ей, потому что она его порвает. И при этом, наслаждаться беззаботной жизнью. Ну, согласитесь, это ведь замануха, ёлки, это же кайф, даже я, при всех своих, как бы, склонностях к патриархату, да, к тому, к тому, что мужик хозяин, царь и владыка. Знаете, я бы сам прям задумывался, ни хрена себе, если тебе купили тачку классную, если тебя дели, если тебя кормят, если тебя ездят там, возят тебя отдыхать, если тебя всё есть, на хрена работают. Другое дело, что я бы, например, так не смог, потому что, меня жаба задушила, как это, когда-нибудь баба моя скажет, вот я всё заработал, залечивая никогда. То есть, я слишком, в этом плане, принципиальный и гордый. А так, почему-то нет, шоколадная жизнь, ни хрена не делаешь, а всё есть. Вот, поэтому, а учитывая то, что по статистике истинных мужиков в мире всё меньше и меньше, то естественно, что большинство просто плывут по течению. Вот так оно устроено. Поэтому хоре ныть, хоре вечно предъявлять, что все вокруг такие козлы стали, вообще мужиков нету, я прям бедно устал искать, четыре раза развелась, пять раз замуж отхожу, и то сомневаюсь. А на хрена ты замуж уходила, если ты сомневалась? И вообще, как можно не разглядеть в человеке его натуру? Вот говорят, вот он после свадьбы стал другим, ла-пэ, ш-а, абсолютно лапша. Человек какой был, такой остаётся. Ну а если он притворяется, то притворяется он два-три месяца. Тоже это природа. Первые два-три месяца он хороший, он мил, он не пукает, он это не делает, он не рыгает, он носу не ковыряется, там, да? Вот. И она вся такая классная, она даже не писает. То есть ты думаешь, ни хрена тебе, она что, в туалет не ходит? Вот. А для этого что нужно сделать? Нехрен жениться, как сейчас заложено. Встретились, четыре раза трахнулись, ништяк, ты меня устраиваешь, давай жениться. Женились, ребенка сделали, и через полгода тайди ты мандал в жопу, быть меня убил, разводится. Да, елки, поживите годик вместе на квартире. Определитесь, зачем вы сразу детей крепаете, зачем дети потом ходят, говорят, а у меня мама и папа разведены к козлы. И они тоже по такому примеру также живут. То есть всё создаётся изначально. Всё, что делается, имеет последствия. Каждое, как бы, да, последствия, да, сказал, какой-то, наверное, умный парень сказал. Вот. Поэтому не надо жаловаться. Вы присмотритесь, вы, как бы, делаете вывод. Ты женщина, будь женственной, одень красивое, там, какое-нибудь летящее платье, одень сарафанчик, одень шпилечки, будь слабой, как бы, и нежной женщиной. Тебе не говорят, быть вещью, тварью и так далее. Нет, но будь женщиной. А если ты оделаешь штаны, везде там ходишь, там, сны и так далее, то тогда не жалуйся. Ты сама заняла роль мужика. Ты сама решила, как бы, носить яйца. Ну, носи яйца. Что ты одноишь? Вот, как бы, это мое мнение. Пишите свои отзывы, свои комментарии, там, сразу же говори, что не буду отвечать на всякие, там, типа, вот ты, короче, тупой, там, чуркобес, там, хач. Это все, как бы, будет пролетать мимо. Вот. Я достаточно адекватный, чтобы он в кухле не отвечает. Поэтому, если будут какие-то нормальные комментарии, если кто-то что-то умное скажет, то я даже вступлю с вами в премию. В премию, в премию. В общем, пообщаемся, пишите, буду рад. Спасибо. Вот так вот, нежданно-негаданно завел себе блог. Пока. Пока.